Добрый вечер в эфире телеканала Катунь24, новостной блок. Меня зовут Антон Скаль. Начнем, как всегда, с главных тем. Барнаульцы жалуются на мутную воду, которая идет из крана. Мы побывали на городском водозаборе и узнали о том, как идет очистка воды и безопасно ли ее пить. Конечно, вот эти изменения, они глазу заметны и, естественно, у людей эти вопросы задаются. Конкурс фотовыборы 22 официально завершен. Некоторых участников проекта фотовыборы наши журналисты поздравляют лично. Кого в этот раз, расскажем в выпуске. Всего за день количество потопленных участков в крае сократилось на 120. Вода остается на 311 приусадебных участках. Потопленными до сих пор остаются 6 домов. На 10 вечера вчерашнего дня вода стояла в Краснощоковском, Быстроистовском, Петропавловском, Советском, Шипуновском, Целинном, Смоленском и Первомайском районах. Около полутора тысяч человек в 25 населенных пунктах края ликвидируют последствия разбушевавшейся стихии. Добавлю, в ближайшие дни в Алтайском крае ожидается потепление. К примеру, в пятницу в предгорьях будет до плюс 17 градусов. Потепление может привести к резкому поднятию уровня воды. Сотрудники МЧС, дорожники-медики работают в режиме повышенной готовности. Из-за активного снеготаяния, из-за того, что вода не может впитаться в промерзшую почву, она стекает в обь. От этого питьевая вода в краевой столице стала не самого лучшего качества. Специалисты Барнаульского водоканала уверяют, ситуация улучшится к 10 апреля, когда на реке начнется ледоход. А пока работа по очистке воды идет в усиленном режиме. К примеру, на втором Барнаульском водозаборе запустили новую установку, которая добавляет очистные реагенты в воду. Как это работает, расскажет Вадим Слюсарев. Вода из крана идет мутная, с неприятным запахом, пить невозможно. Сотни таких сообщений возмущенных барнаульцев заполнили социальные сети на этой неделе. Действительно, качество воды оставляет желать лучшего, соглашаются в Барнаульском водоканале. И поясняют, это связано с активным снеготаянием. Из-за того, что вода не может впитаться в сильно промерзшую почву, она стекает в обь. От этого состояние воды в реке стало хуже. Чтобы ее очистить, специалисты Росводоканала увеличили количество хлора и реагентов. За счет этого она продолжает быть абсолютно безопасной для людей. Изначально большую часть года у нас с вами в кранах очень хорошая вода. Гораздо лучше, чем в среднем по стране. И, конечно, вот эти изменения, они глазу заметны. Естественно, у людей эти вопросы задаются. Самое главное, что я хотел бы сказать, несмотря на то, что вот визуально и каким-то по другим качествам вода отличается от того, к чему мы привыкли, она полностью безопасна. Ее можно смело употреблять в пищу и для различных хозяйственных нужд. За это мы отвечаем, это мы гарантируем. На втором речном водозаборе проходит первая стадия очистки воды. В этих баках находится специальный реагент – флакулянт. Его добавляют в речную воду, чтобы собрать мелкий мусор в крупные хлопья. Следующий этап – жидкость с помощью насосов перегоняют на честные сооружения. Там вода отделяется от флакулянта. Они действуют таким образом, что склеивают, помогают склеиваться мелкой взвеси в более крупные частички. Эти частички тяжелые и очень легко в последующем отделяются от воды. И потом уже чистую прозрачную воду мы обеззараживаем методом хлорирования. Потому что, как вы понимаете, в такой воде не только взвешенные вещества присутствуют, но и сильное микробное загрязнение. Раньше реагент добавляли исключительно вручную. Специалисты использовали только секундомер и колбу. И даже опытный лаборант не может точно рассчитать, сколько необходимо флакулянта. Теперь же этим занимается специальная установка. Довольно дорогостоящая, стоимость 22 миллиона рублей. Она автоматически анализирует качество воды и решает, сколько именно реагента необходимо добавить в воду. Эта станция позволяет исключить человеческий фактор, погрешность дозирования. Дозирование очень точно происходит. Оператору только остается наблюдать за работой самого оборудования и за показаниями. Специалисты водоканала отмечают, речная вода станет лучше примерно с 10 апреля, когда вскроется ОПИ. Тогда количество реагентов можно будет уменьшить, а значит и вода станет более привычной. Без цвета и запаха. Вадим Слюсарев, Алексей Шаульский. Новости. Тепло в каждом доме – их цель. Барнаульской ТЭЦ номер 3, которая отапливает большую часть Барнаула, посетили депутаты городской думы. Они встретились с руководством алтайского филиала СГК и обсудили перспективу снижения тарифов на теплоснабжение. На одной из самых эффективных станций в стране побывала и наша съемочная группа. Как обогреть почти 350 тысяч человек и в то же время помочь другим барнаульцам сэкономить на услугах ЖКХ? Перспективы развития и улучшения качества теплоснабжения краевой столицы обсудили депутаты городской думы и руководство алтайского филиала Сибирской генерирующей компании. В настоящее время СГК и власти заключают концессионное соглашение. По нему в зону ответственности компании перейдут 39 котельных, которые сейчас обслуживает МУП «Энергетик». Часть из них заменят мощностями ТЭЦ-3, а другую часть модернизируют. Как уверяют энергетики, это решение позволит снизить тариф на теплоснабжение для нескольких десятков тысяч жителей поселка Южный и центрального района краевой столицы. Сглаживание тарифа, понятно, приведет к снижению тарифа порядка 50-45-50 тысяч населения города Барнаула. Для них тариф снизится, причем снизится значительно. Порядка 150 миллионов экономии бюджетных средств для города, улучшение экологической ситуации в городе. Депутаты городской думы внимательно ознакомились с работой крупнейшей теплоцентрали Барнаула ТЭЦ-3. Сердце предприятия – турбинные и котельные цеха. Стратегически важные объекты производят тепло и горячую воду более чем для половины домов Барнаула. Тепловая мощность станции почти полторы тысячи гигакалорий в час. Эта барнаульская ТЭЦ неоднократно входила в десятку самых эффективных генерирующих предприятий России. Можно с уверенностью сказать, что действительно в последние годы город действительно приобретает определенную уверенность в том, что у нас будет своевременная и качественная подача тепла, мы будем держать и температуру. И думаю, вот такое знакомство на производстве помогает депутатам понять, каким образом складывается все производство в городе. Депутаты городской думы убедились, ТЭЦ-3 СГК – надежный поставщик тепла. И жители краевой столицы могут быть уверены, что им не страшны сибирские морозы. Вадим Слюсарев, Сергей Балуев. Новости. Второй месяц весны принес не только снег и гололед, но и такие неприятности для автомобилистов, как большие ямы на дорогах. К их текущему ремонту приступили в краевой столице. Золотали ямы на участках Миногорского тракта, улицы Димитрова и Северо-Западной, пересечении проспекта Ленина и улицы Никитина. Дорожники используют холодные смеси. Это позволяет ремонтировать покрытие при температуре до минус 10 градусов. Всего на работы по текущему ремонту дорог в этом году направлено 65 миллионов рублей из городского бюджета. Отмечу, проезжие части наиболее поврежденных участков включены в проект безопасной и качественной дороги на 2018 год. Там полностью заменят асфальтобетонное покрытие. К другим темам лучшего вожатого года Алтайского края выбрали сегодня в Барнауле. Итоги профессионального конкурса подвели на слете детских и молодежных движений региона. 15 участников на протяжении трех дней демонстрировали профессиональные и творческие навыки, решали педагогические задания и проводили открытые уроки с детьми. На мероприятие приехали лидеры и активисты молодежного движения со всего региона. В 24 раз мы собираемся для того, чтобы показать, какое мощное движение, какая молодежь сегодня у нас, какое будущее у нашего Алтайского края, оно замечательное, потому что сегодня наш край динамично развивается. В итоге лучшим вожатым года стала Наталья Колуннова из Мало-Енисейской школы Бийского района. Теперь она будет представлять Алтайский край на мероприятиях всероссийского уровня. Конкурс «Фотовыборы-22» официально завершен. Полный список победителей, которые получат пауэрбэнк-аккумуляторы или наушники, а также список обладателей главных призов, опубликован на странице конкурса во Вконтакте. Некоторых участников проекта «Фотовыборы» наши журналисты поздравляют лично. На этот раз съемочная группа телеканала «Катунь-24» поехала в Заринск. Алло, да. Да, все хорошо. Привет. Да, спасибо за поздравления. Вот сейчас как раз приехала съемочная группа, поздравляют нас, подарок вручают. Заботливая хозяйка и молодая мама Анастасия Карпова оказалась одной из самых популярных жительниц Алтайского края. Ее выбрали пользователи соцсетей, проголосовав за девушку на конкурсе «Фотовыборы-22». Фото Анастасии получила больше тысячи лайков. Благодаря такой поддержке один из главных призов конкурса отправился в Заринск. Я активный пользователь социальных сетей, но больше это инстаграм. Мы когда проголосовали, спустились, нам девушка предложила сделать селфи. Мы говорим, ну давай, почему нет. И все, и мы сфотографировались, отправили родителям вроде бы, как порадовать их. И выставили после этого свою фотографию на конкурс. Главная поддержка, в том числе и в конкурсе, семья. 18 марта на выборы пришли все вместе. На фото, получившим больше тысячи лайков, Анастасия вместе с мужем. За кадром остался маленький сын и бабушка. «Работал много в эти дни. Да. И Настя у меня больше следила за этим. Ну и сообщала мне, естественно, вечерами, какие там результаты происходили. Айпад давно хотели, даже купить хотели его, а тут внезапно даже выиграли. Вот. Но бабушка, кстати говоря, мы сейчас пока с ней живем. Она очень хочет научиться там за компьютером сидеть, то есть что-нибудь там делать. Ну и, по-моему, мы, кажется, отдадим ноутбуки и будем в планшете сидеть в основном». 18 марта обменять селфи на ценный подарок мог каждый. Первые часы конкурса фотографии с хэштегом «Фотовыборы22» приходили со скоростью одно фото в секунду. Всего зарегистрировано более 15 тысяч участников. Удачно проголосовали и выиграли в конкурсе десятки жителей Алтайского края. Обладателей главных призов пригласили в редакцию издательского дома «Регион». Айфоны, айпады, ноутбуки, фотоаппараты и десятки современных полезных гаджетов уже в руках их новых владельцев. Если в официальной группе конкурса ваше имя в списке победителей, не теряйте времени и пишите на электронную почту «Фотовыборы22собакамейл.ру». Заслуженный подарок вас ждет. Ольга Штополь, Анастасия Борисова, Денис Кузьменко. Новости. Поддерживать себя в хорошей физической форме и выиграть за это автомобиль – это возможно с компанией «Мариара». Завершился пятый зимний сезон и наконец стало известно имя счастливчика, обладателя нового автомобиля «Тойота Камри». Все подробности у Анжелики Келлер. Акция компании «Мариара» завершилась. А кто не успел в этом году за машиной на лыжах отправиться уже в следующем. Александр Хаперских – победитель этого сезона и обладатель суперприза – автомобиля «Тойота Камри». Выиграл впечатление, много разных эмоций захлёстывает. Первый раз выиграл. Разберемся. Супруга, наверное, заберет. Условия в акции были простыми. Купить товары в сети «Мариара» на сумму от 500 рублей. На обратной стороне чека написать свои контактные данные и сбросить его на пятом километре трассы здоровья. В прямом эфире телеканала «Катунь-24» называли имена счастливчиков. Помимо главного приза – машина «Тойота Камри» – разыграли еще 50 комплектов лыж и 50 сертификатов по 10 тысяч рублей каждый. Мы благодарим их за то, что они принимают участие в наших акциях, за то, что они поддерживают здоровый образ жизни, заботятся о собственном здоровье и, конечно, выбирают наши магазины. Потому что благодаря им, благодаря тому, что они каждый день ходят к нам в магазины, мы имеем возможность проводить такие замечательные акции, поддерживать спорт, поддерживать здоровый образ жизни. Поздравить гостей праздника на сцену вышел и приглашенный гость – лыжник, морщ, представитель общества «Белые медведи» Владимир Панов. На закрытии сезона Владимир Николаевич пробежал не 25 или 50, а 100 километров. Вместе с ним приветствовал обладателей счастливых чеков, чемпион мира по зимнему плаванию Олег Чекушкин. В этот раз победителей акции рекордное количество – 1111 человек. Все они получили призы. Организаторы разыграли тысячу лыжных шапочек, кепок и шарфиков от «Мариара» и «Фишер». Очень счастливо. Первый раз выиграли. Участвуем уже очень много лет, практически с самого начала. Но первый выигрыш, поэтому очень приятно. За весь сезон призы и подарки получили более полутора тысяч человек. Но главное, что барнаульцы и гости города могли каждый выходной зарядиться бодростью на лыжне здоровья. На этом продвижение спорта не заканчивается. С 15 апреля собирайте чеки на сумму от 500 рублей. А 27 мая на день ходьбы их можно сбросить на пятом километре трассы здоровья и поучаствовать в розыгрыше квартиры в центре Барнаула. Кроме этого, счастливчики получат 100 детских и 100 взрослых велосипедов, 100 пар кроссовок и множество других подарков от партнеров компании. Следите за новостями в магазинах торговой сети, на сайте «Мариара» и участвуйте в акциях. Вам обязательно повезет. Анжелика Келлер, Анатолий Фукс, Новости. Сегодня в Управлении по спорту и молодежной политике Алтайского края прошла встреча с победителем финала Кубка мира среди спортсменов не старше 24 лет конькобежцем Виктором Муштаковым и его тренером Аркадием Конюховым. Все подробности далее. О 21-летнем воспитаннике спортивной школы по конькобежному спорту «Клевчене» Викторе Муштакове заговорили уже давно. Талантливому спортсмену многие специалисты пророчат блестящее будущее. Прошедший сезон Виктор провел вместе с лучшими конькобежцами страны, что называется бок о бок. Участвовал в тренировочном процессе, бежал в контрольные старты. Это принесло свои плоды. В финале Кубка мира среди нео-сеньоров Сотлэйк-Сити он выиграл забеги на свои коронные дистанции 500 и 1000 метров. При этом на пятисотке Виктор побил рекорд своего легендарного земляка, призера Олимпийских игр Сергея Клевчени, показав время 34,74 секунды, установив при этом новый рекорд Алтайского края. Однако сам триумфатор большим успехом считает медаль чемпионата страны. Стал призером серебряным на чемпионате России, потому что я к этому давно шел, особенно по взрослому. То есть я взрослым уже перешел. И как-то финал Кубка мира, там Кубки мира, они для меня как-то уже, ну, как-то привычно занимать места. А вот чемпионат России, как бы, для меня впервые. По мнению тренера Виктора Муштакова Аркадия Конюхова, у его подопечного все еще впереди. Насыщенный спортивный сезон дал большую пищу для размышлений, показал над какими слабыми сторонами нужно работать, чтобы улучшить результат, и какие сильные стороны нужно развивать дальше. Серебро чемпионата России в спринтерском многоборе для Виктора далеко не предел. Главное усиленно тренироваться и устранять недочеты. В заключении встречи конькобежца наградили кубком и памятной планшеткой за победу в номинации «Лучший спортсмен 2017 года» по видам спорта, входящим в программу Олимпийских игр. Памятной футболке Виктору и тренеру вручил директор Центра спортивной подготовки сборных команд Алтайского края Владимир Альт. Перейдем уж такого, восстановительный период и подготовка к следующему, не менее сложному сезону. Василий Токмачев, Дмитрий Гладких, Денис Кузьменко. Новости. На этом у меня все. Я желаю вам хорошего вечера. Смотрите телеканал Катунь-24.